Казахстан ввел запрет на вуз яиц с автотранспортом из других стран. Соответствующий документ подписали в Министерстве сельского хозяйства. Меры направлены на защиту от избытка продукта. Запрет продлится шесть месяцев. Меры направлены на то, чтобы помочь отечественным предприятиям реализовать свою продукцию вне конкурентов, исключив временный импорт. В весенне-летний период, как правило, снижается спрос на их потребление. У части населения появляется свое яйцо в подворье. Соответственно, падает цена. Если еще будут завозить яйца из других стран, то местные товаропроизводители вовсе могут уйти в минус, объясняют представители отрасли. В Казахстане в среднем производят около 5 миллиардов яиц в год. Внутренний рынок отечественные предприятия обеспечивают почти на 100%. Продукция в наличии не в дефиците. Поэтому рост цен на яйца в ближайшей перспективе ожидать не стоит, уверены в ассоциации яичных производителей. Статистические данные тем временем показывают, что цены на яйца в стране идут на спад. К примеру, только с 16 по 23 апреля продукт снизился в цене почти на 2%. Наиболее заметна эта динамика в Ак-Тубе. Однако дешевеют яйца далеко не везде. В семи городах стоимость, например, не изменилась. А в Астане, Шимкенте и Ватерау продукты вовсе подорожал на 0,1%. Пороги предельной стоимости при этом сохранены. Казахстанские производители не могут конкурировать с российскими. По одной простой причине, что все там достаточно дешево. И сырье, и энергоносители, и оборудование, которое они сами производят, мы неконкурентны. Ну и, соответственно, если мы неконкурентны, то отрасль может потерять свои позиции. И, конечно, Казахстан, чтобы не остался без яйца, для министерства важно сохранить объем производства, чтобы он не снижался. То есть летом не снижался, и, соответственно, зимой не было дефицита. Поэтому этот приказ поможет казахстанским производителям не снижать объемы производства. Национальный банк Кыргызстана снизил учетную ставку с 13 до 11%. Решение Нацбанка о снижении ключевой ставки вступило в силу. А принято решение в связи с тем, что инфляционные процессы продолжают ослабевать. Несмотря на сохранение неопределенностей, во внешнеэкономической среде наблюдается снижение интенсивности влияния внешних факторов. Мировая и региональная инфляция постепенно снижается, что в совокупности со снижением мировых цен на продовольствие ослабляет внешний инфляционный фон. Как сообщила председатель Национального банка, банковский сектор страны сохраняет устойчивость и демонстрирует рост основных показателей. В целом коммерческие банки располагают достаточным объемом ликвидности, что создает основу для дальнейшего кредитования реального сектора республики. На денежном рынке краткосрочные процентные ставки формируются в пределах установленного Национальным банком Кыргызской Республики процентного коридора. Внутренний валютный рынок стабилен. Следующее плановое заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 27 мая. Укрепляя африканский вектор сотрудничества, в Каире открывается Белорусско-Египетский бизнес-форум. Участие примут около 150 компаний и организаций двух стран. Помимо промышленности и торговли в топе тем – фармацевтика, нефтехимия, банковское дело. Ожидается подписание важных документов. Большой диалог накануне открыла встреча премьер-министров. Взаимодействие выходит на новый уровень – ставка на промышленную кооперацию, торговлю и совместные предприятия. В авангарде машиностроение. С 2016 года в Каире работает дилерский сервис «Центр МАС». Наметили дальнейший план по расширению сотрудничества. Беларусь рассматривает Египет как одного из ключевых партнеров в Северной Африке. Минск рассчитывает на расширение кооперации и взаимодействие с Каиром в продвижении своих товаров и услуг на рынке третьих стран. В Египте активно развивается электронная торговля, в том числе проявлен интерес к биржевой торговле, и в частности Беларусской универсальной товарной бирже. Вот компания Египта впервые стала у нас брокером, аккредитацию получила и получила статус профессионального биржевого игрока. И будет представлять белорусскую товарную биржу на египетском рынке. Через эту компанию смогут египетские компании заходить на наш белорусский рынок, приобретать либо продавать товар в Беларуси. Нехватка наличных осложняет экономическое положение кубинцев. Ежедневно у банкоматов выстраиваются огромные очереди, чтобы снять деньги. Однако, по словам ожидающих, удается это сделать не всем. У некоторых задача занимает до трех дней. Ситуация осложняется тем, что большинство магазинов в стране не принимают платежные карты, на которые работники получают зарплату. Эксперты связывают проблему с растущим дефицитом госбюджета, ограниченным выпуском банкнот высокого номинала, накопление денег вне банковской системы и высокой инфляции. Ее показатель за 2023 год составил 31%. Президент Таджикистана Имамулер Ахмон принял президента Европейского банка реконструкции и развития Адиль Ренабасо. Стороны обсудили совместные проекты и обозначили перспективные направления для сотрудничества. Это промышленность, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, энергетика, образование и многие другие сферы. Европейский банк является одним из крупнейших инвесторов Таджикистана.